По сообщению Генштаба Украины, сейчас на фронте ощущается затишье перед возможным новым штурмом. Россия накапливает авиацию около границы, продолжает усиливать артиллерийские подразделения, оптимизировать существующие системы управления, разведки и медицинского обеспечения. В частности, на дорогах Крыма вчера заметили военную технику со знаками V и Z с номерами из Южной Осетии. Власти Украины заявили об успешной атаке ракетами «Нептун» по флагманскому крейсеру Черноморского флота России в Москве. Позже Минобороны России сообщило, что в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович так прокомментировал эту ситуацию. Также Арестович отметил, что крейсер «Москва» участвовал в операции у острова Змеиный в Одесской области в первый день войны. И именно ему была адресована крылатая фраза «Русский военный корабль, иди нахуй». Вчера Владимир Зеленский сообщил о задержании депутата парламента Украины, члена пророссийской фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука, который ранее сбежал из-под домашнего ареста. ФСБ России планировало вывести его под видом украинского военного к границе, а затем на лодке переправить в Приднестровье. Там Медведчука ждала группа спецназовцев ФСБ, которые должны были доставить его в Москву. Виктор Медведчук известен также как кум Владимира Путина. Президент России является крестным отцом его дочери. Позже Зеленский даже предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных, захваченных ранее в Мариуполе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так прокомментировал это предложение. Цитирую. «Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем», – сказал Песков. Однако в Кремле определенно волнуются о судьбе опального политика. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале сообщил, что «если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому». Суд в Украине арестовал 154 объекта имущества Медведчука. Среди арестованного 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта. А сегодня в Одессе задержали еще одного члена партии оппозиционная платформа «За жизнь» лидера фракции этой пророссийской партии Виктора Клименко. По информации Государственного бюро расследований, задержанный является бывшим мужем бывшего генерального прокурора Крыма Натальи Поклонской. США сегодня объявили о новых поставках военной техники в Украину. В частности, Киеву будут переданы 18 гаубиц, 200 бронетранспортеров М-113, 11 вертолетов Ми-17, 300 беспилотников Switchblade, 500 ракет Javelin, лазеры, радары и другое оборудование. Вертолеты Ми-17 изначально предназначались для Афганистана, но теперь они будут отправлены в Украину, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. До 40% российских контрактников отказываются возвращаться в Украину, сообщил в эфире настоящего времени основатель конфликт-интеллидженс-тим Руслан Левиев. В целом, вот эти отказники становятся все более и более системным явлением, потому что мы видим, это уже не случай не отдельных подразделений, а они практически теперь становятся прям по каждому соединению, которое вот вышло с территории Украины на территорию России, там почти везде появляются отказники, там десятками исчисляются, местами даже под сотню и более. То есть, по нашим таким очень примерным, очень условным оценкам, от 20 до 40% тех контрактников, которые воевали в Украине, их вывели на территорию России и готовят к заброске по новой, 20 до 40% из них отказываются повторно идти в бой. Отказ возвращаться в Украину выглядит логичным решением. Россия продолжает нести в Украине огромные людские потери. Вот как высказался об этом президент Украины Владимир Зеленский. Общий список двухсотых для России уже очень скоро достигнет отметки в 20 тысяч людей, буквально на днях, если не уже сегодня вечером, а что потом, 30 тысяч убитых, 40. Сегодня в России в очередной раз прозвучало, что их так называемая спецоперация якобы идет по плану. Но, если честно, никто в мире не понимает, как вообще мог появиться такой план. Как мог появиться план, который предусматривает гибель десятков тысяч своих же, своих же солдат. Чуть больше, чем за месяц войны. Кто мог утвердить такой план? И какой финальный уровень своих же потерь для этого человека приемлем? Десятки или все-таки сотни тысяч погибших россиян. В Нью-Йорке задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе в городском метро. По версии следствия, 12 апреля 62-летний Фрэнк Джеймс привел в действие дымовую шашку, а затем открыл огонь по пассажирам. В результате стрельбы были ранены как минимум 10 человек. Джеймсу предъявлено обвинение по статье о теракте в общественном транспорте. Ему может грозить пожизненный срок. Властям Украины все-таки удалось вывезти большинство животных из Харьковского экопарка. Ранее его владелец, бизнесмен и депутат Верховной Рады Александр Фельдман рассказал, что в результате обстрелов погибли двое сотрудников экопарка и десятки зверей. Кроме того, были разрушены вольеры и вся инфраструктура парка. Сейчас его обитатели, среди которых есть и краснокнижные животные, эвакуированы в Киев, Днепр и другие украинские города. Еще одна новость из мира животных. Комик Нурлан Сабуров в очередной раз неумело попытался избежать темы войны в Украине. Во время стендапа в Сан-Франциско к нему на сцену попыталась прорваться девушка, одетая в белое платье с красными пятнами, символизирующими кровь украинских жертв войны. Ее отстранила охрана, а сам Сабуров попытался свести ситуацию к сексистской шутке. Ранее во время концерта в Лос-Анджелесе комик отказался высказать свою позицию о войне, сославшись на то, что у него есть семья. Так и скажи, я боюсь сказать нет. Да, так и есть, братан, у меня есть семья. Вы должны понимать, я понимаю, но вы должны понять, что у меня есть тоже свои страхи, да? Вы из кого меня делаете? Вы скажи спротив, люди умирают, там семьи умирают, семьи моих друзей, мне никто не обязан. Я понимаю, но ты должен сказать, что ты пройдешь. Я не обесцениваю, ты мой кумир был. Когда-то, когда-то ты был мой кумир. В Абакане задержали главного редактора интернет-журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева. Накануне силовики пришли к нему с обыском. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело о распространении фейков про российскую армию. По данным правозащитного проекта «Сетевые свободы», его преследуют из-за статьи о сотрудниках ОМОНа, которые отказались воевать в Украине. Сейчас материал Афанасьева недоступен. Видом достоверных сообщений в публикации содержались ложные сведения о количестве погибших, пропавших без вести и раненых сотрудников Росгвардии. О ненадлежащем уровнях материального обеспечения, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей руководящим составом управления Росгвардии, якобы имевших место 24 февраля 2022 года после пересечения границы с Украиной. Московский суд заменил политику Любови Соболь, меру пресечения с ограничением свободы, на полгода колонии по так называемому санитарному делу. Оно было заведено после акции в поддержку Алексея Навального в январе прошлого года. Всего по санитарному делу проходили 11 человек. Суды вынесли приговоры семерым фигурантам дела, которые получили от года до полутора лет ограничения свободы. Еврокомиссия пришла к выводу, что требования российских властей об оплате газа в рублях нарушат введенные санкции. Об этом рассказал источник издания Bloomberg. Согласно юридическому анализу, контракты на поставки газа не предусматривают смену валюты платежа. После того, как Владимир Путин подписал указ об оплате российского газа в рублях, абсолютное большинство стран ЕС отказались менять валюту оплаты. Исключением стала Венгрия, в которой заявили о готовности пойти на условия России. Американская компания Monotype, которая владеет правами на компьютерные шрифты, заблокировала доступ к своей библиотеке для российских пользователей. Теперь жителям России недоступны такие популярные шрифты, как Aerial, Helvetica и Times New Roman. Последние часто используются российскими властями для официальных документов. Юристы предполагают, что закрытие доступа к библиотеке Monotype в будущем может привести к тому, что их использование станет невозможным. Суд острова Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на 7 миллиардов долларов. Полиция острова также провела обыски в помещениях, которые могут быть связаны с олигархом. В марте против Абрамовича были введены санкции Евросоюза и Великобритании, после чего его активы стали блокировать. В настоящий момент заморожено почти половина всего состояния российского миллиардера. А полиция в Фиджи задержала супер-яхту «Амадея», которую связывают с российским миллиардером Сулейманом Керимовым. Вместе с яхтой задержан и весь ее экипаж. «Амадея» прибыла на Фиджи из Мексики. По данным СМИ, яхта вошла в исключительную экономическую зону острова без получения разрешения. Стоимость 106-метровой яхты составляет более 300 миллионов долларов. Во Франции арестовали два отеля, принадлежащие жене миллиардера Геннадия Тимченко. Один из них – четырехзвездочный отель на горнолыжном курорте «Мерибель», другой – пятизвездочный отель на Лазурном берегу. Сам Тимченко после начала войны в Украине попал в санкционные списки ЕС, США и Японии. В связи с этим друг Путина лишился более 4 миллиардов долларов. Продолжение следует...